Строительная компания из Уссурийска начала работу в столице Приморского края. Главмонтаж объединения впервые ведет застройку во Владивостоке. Новый жилой комплекс создается в микрорайоне «Зеленый угол». В декабре прошлого года застройщик провел серьезный отбор среди подрядчиков. Выбор остановили на опытном уссурийском предприятии. У нашего подрядчика по сбору каркаса зданий, главмонтаж объединения, у них ежегодно сдается порядка 60 тысяч квадратных метров жилья именно при панельной сборке зданий. А мы работаем сейчас с панельными домами, и для нас это очень важно, чтобы наши подрядчики делали свою работу на отлично, чтобы не было затем каких-то вопросов. Первый дом, который строится по программе «Жилье для российской семьи», планируют сдать в декабре текущего года. Еще два в конце июня 2018-го. На будущих девятиэтажных панельных домах подрядчик работает в две смены – днем и ночью. За качеством, соблюдением технологии и сроком выполнения работ ведется постоянный контроль. «Самый главный вопрос – это соблюдение технологии выполнения работ, это выполнение срок техобязательств и, естественно, учитывая социальную направленность объектов. Тем более, что это действительно очень важная программа, участие наше в программе «Российской семьи» и, более того, и участие в программе «Свободного порта Владивостока». По 192 квартиры будет в каждом доме. За один квадратный метр будущие жильцы заплатят 48 тысяч рублей. То есть трехкомнатную квартиру можно приобрести за 3 миллиона 900 тысяч рублей. При этом в домах уже будут пластиковые окна, радиаторы отопления, счетчики учета, межкомнатные перегородки и металлическая входная дверь. Также застройщик страхует каждый договор с покупателем на полную сумму. Компания «Главмонтаж объединения» ведет комплексную застройку. На первых этажах зданий будут размещаться объекты социального значения – детские учреждения, фитнес-центры, магазины, офисы. Все, что понадобится жильцам для комфортного проживания. Территория и дворы будут благоустроены. Заасфальтируют дороги, тротуары, велосипедные дорожки. Установят спортивные сооружения и детские площадки. Также запланировано достаточное количество парковочных мест открытого и закрытого типа.